8.00 столица Казахстана по столичному времени, а значит в Казахстане вступило в силу чрезвычайное положение, введенное президентом страны. Действовать оно будет с сегодняшнего дня до 7.00 утра 15.00 апреля. Все это время будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов. Согласно указу на период ЧП ограничивается работа крупных торговых точек, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров и выставок. По всей республике введен карантин. Устанавливается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе свадеб. Кроме того, ограничивается въезд, выезд через госграницу граждан Казахстана и иностранцев. В казахстанском МИДе подробно разъяснили, кто сможет пересечь нашу границу в период чрезвычайного положения. Итак, ограничение введено для всех, за исключением граждан Казахстана, ранее выехавших за пределы республики при их возвращении на родину. Не будут препятствовать тем, кто отправляется за границу на лечение, но при предъявлении подтверждающих документов смогут покинуть страну и иностранцы, ранее въехавшие на территорию Казахстана. Правила не касаются персонала дипломатической службы республики и иностранных государств. В прежнем режиме будут работать бригады железнодорожного транспорта, экипажи воздушных, морских судов и обслуживающий персонал иностранных трансграничных сооружений. На данный момент в Казахстане подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом. Последняя заболевшая девочка 2008 года рождения, прилетевшая в Алматы из Германии. Таким образом, в Алматы 7 инфицированных, в Нур-Султане двое. Одна из зараженных женщина 1959 года рождения. Она супруга ранее госпитализированного пациента. Второй подхвативший COVID-19 мужчина 95 года рождения. Ранее он прибыл из Сеула. Все пассажиры, прибывшие этим же самолетом, госпитализированы. Напомню, в стационарах находится 1644 человека. Еще 628 остаются на домашнем карантине. В связи с введенным в стране режимом чрезвычайного положения, сегодня Хасамжамар Токаев выступит с телевизионным обращением. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Между тем, Аэростана ограничила полеты на период действия режима чрезвычайного положения. Под запретом оказались все международные рейсы. Но граждане Казахстана, которые находятся за рубежом, смогут вернуться домой. Авиакомпания пообещала связаться со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены. Также изменению подвергнется и расписание авиакомпании «СКАД». Руководство перевозчика сообщило, что ведется работа по созданию плана действий в отношении казахстанцев, находящихся в данный момент за пределами страны, а также пассажиров международных рейсов, которые запланировали свои полеты в срок действия ограничений. В условиях введенного чрезвычайного положения продуктовые магазины и рынки продолжат свою работу. С таким заявлением выступили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана. Решения о сокращении их рабочего дня будут принимать акимы городов и регионов. Ограничения вводят в отношении крупных торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей, пояснили в ведомстве. В условиях введенного республики чрезвычайного положения продуктовые маркеты и рынки продолжают свою работу. Небольшие магазины, как продуктовые, так и непродуктовые, а также иные торговые объекты малого и среднего бизнеса, расположенные вне торгово-развлекательных центров, будут функционировать по желанию владельцев. Столичные медики работают в усиленном режиме. В городском многопрофильном центре остаются пациенты, прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран. Они находятся там на карантине. Что происходит в стенах больницы и в каких условиях живут люди? Врачи сами сняли происходящее на мобильную камеру. Подробности у Ивана Тулинова. Я Тыгаева Сауля Кабиевна, врач-инфекционист. Работаю заместителем директора многопрофильного медицинского центра. Надо отдать должное операторской находке врача Сауля Кабиевной. Снять себя в настенном зеркале. Следующие кадры будут демонстрировать весь рабочий процесс. И они будут больше напоминать виртуальную игру с видео от первого лица. Правда, с реальной опасностью для самих врачей. Перед тем, как идти в отделение, работать с пациентами, мы одеваем на себя защитную одежду. Таким образом мы защищаем слизистую глаз, слизистую носа, ротоглотки от попадания вируса от потенциального инфицированного пациента. Как рассказывает доктор, в этот день прибыли 13 пассажиров из Италии. Также здесь на карантине содержатся казахстанцы, приехавшие из Южной Кореи. Есть и несколько граждан Китая. Все они в полной изоляции. В палатах находится один, максимум два человека. Чтобы провести плановый осмотр, врачи предпринимают максимальную осторожность. Доброе утро. Обход у нас идет. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же закрываем дверь. В комнате достаточно тепло, комфортно. 25, где-то 26 градусов температура. Как ваше самочувствие? Есть ли у вас жалобы? Да нет, я уже выздоровую. Как выяснилось, не все относятся к мерам предосторожности с пониманием. Кого-то не устраивает 14-дневная изоляция, а кто-то требует особых условий. У меня в первой палате лежит пациентка. Она отказывается от съедения нашей. Требует индивидуальной сбивной питания, то есть фрукты, овощи. От всего остального отказывается. Грубо себя вела, ругалась. Бесперсонал грубо себя вела. Поэтому ему начинается и корейство психолога. Скажите, она с самого поступления так агрессивна? Нет, вначале она себя вела хорошо. Вот как увидела нашу пищу, стала себя так внести. Пациентка, о которой идет речь, предпочитает вегетарианскую пищу. Большинство запросов медики пытаются удовлетворить. Особое внимание уделяется детскому питанию, диабетикам и пациентам с онкологическими заболеваниями. Весь персонал старается, чтобы максимально комфортно эти 14 дней пациенты провели. Вот обратите внимание, у нас диетический стол. Это запеченная тыква, салаты из свежих овощей с огурцами, с помидорами, другой с помидорами. У нас идет, вот, это вегетарианки, идет у нас вегетарианский суп. И идет вот этим детям, у нас трое детей, идет к ним сосиски. Вот это отварные сосиски, под две сосиски. Да, под две сосиски на каждого ребенка. Инфекционное отделение переоборудовано для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. На стенах, помимо антисептиков для обработки рук, установлены рециркуляторы. Они очищают и обеззараживают воздух. Усилена система вентиляции. В палате интенсивной терапии у нас пациентов нет. Все готово для приема пациентов. Это двухместная палата. Есть прикроватные мониторы, которые позволяют мониторировать состояние больного. Есть дефибриллятор, аппараты ИВЛ, подводка кислорода. То есть, если поступит пациент тяжелый с пневмонией и дыхательной недостаточностью, мы полностью обеспечены оборудованием. Можем оказывать помощь в тяжелых случаях. Каждый из поступивших на карантин пациентов находится под постоянным контролем врачей. Из обязательных процедур для тех, кто полностью здоров, измерение три раза в день температуры и уровня насыщения крови кислородом. Сейчас все силы медработников брошены в инфекционные отделения, так как работа каждого помогает контролировать и выявлять малоизученный вирус. Вот и завершается 45-й день работы в инфекционном отделении многопрофильного медицинского центра. В этом медцентре пока ни одного случая коронавируса не подтверждено. За 45 дней усиленной работы уже несколько десятков выписаны с отрицательными результатами. Иван Тулинов, Хабар, 24. Теперь информация для тех, кто находится на домашнем карантине. В первую очередь я напомню, что вы должны оставаться дома. Чтобы не заразить домочадцев, необходимо находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате с плотно закрытой дверью и носить маски. Выходить рекомендуют только при острой необходимости. Мыть и дезинфицировать руки нужно как можно чаще и пользоваться одноразовыми салфетками. А если поднялась температура или появились признаки недомогания, сразу нужно звонить в колл-центр или вызывать скорую помощь. Даурен Абаев прокомментировал введение режима чрезвычайного положения. Он отметил, что именно жесткие меры помогли многим странам замедлить распространение инфекции. Также министр напомнил, что продуктовые магазины, супермаркеты и их склады по всей стране действуют в обычном режиме. Не нужно создавать ажиотаж. Продолжат свою работу и детские сады. Отдельно призываю поддержать непростой труд наших врачей, на плечи которых ложится особая ответственность за жизнь и здоровье граждан. Уже сейчас, к примеру, в городе Алматы в круглосуточном режиме 50 врачей, инфекционистов и медсестер обеспечивают надлежащие условия пребывания полутора тысяч граждан на карантине. Уверен, вместе, сохраняя спокойствие, следуя рекомендациям врачей и борясь до последнего за каждую жизнь, мы справимся с недугом. Из-за пандемии коронавируса перенесены концерты Димаша Кудебергена, которые проходят в рамках мирового турне «Арнаутур». Ранее выступления планировались в Праге, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарде и Минске. Представители певца о новых датах проведения концертов сообщат позже. В заявлении также отмечается, что сам артист расстроен таким решением. Однако в нынешних условиях здоровье и безопасность людей важнее всего. В целях профилактики сегодняшнего дня во всех регионах страны усилены меры безопасности. Власти Павлодарской области накануне вечером провели совещание с участием всех служб экстренного реагирования. Какие меры принимает Акимат, знает наш корреспондент Салават Тимирбулатулон. Выходит с нами на связь. Салават, доброе. Здравствуйте. И какие последние новости у вас к этой минуте? Спасибо, Рустан. И доброе утро. После введения президентом режима чрезвычайного положения в Павлодаре местные власти еще раз внимательно проанализировали текущую ситуацию и приняли дополнительные меры. Как известно, любую болезнь легче предупредить заранее. Поэтому все, что делается, конечно, носит профилактический характер. По данным медиков, эпидситуация в Павлодарском приоритете не вызывает опасений. Тех, кто за последнее время прибыл и прибывает из-за границы, особенно стран, где сложилась неблагополучная ситуация по коронавирусу, берут на контроль. Официально зарегистрированных случаев заболевания в области нет. В регионе создали специальную рабочую группу, которая отрабатывает списки этих пассажиров. Что касается торговых точек, наличия в них продуктов первой необходимости, а также работы аптек, муниципального, общественно-пассажирского транспорта, коммунальных служб, то все эти вопросы также находятся под особым вниманием и контролем. Две павлодарские фирмы наладили выпуск многоразовых медицинских масок. Одно из предприятий, свободная экономическая зона Павлодар, успешно освоило производство антисептиков. Дезинфицирующий раствор раздевается в небольшие флаконы емкостью 90 граммов. Срок годности спиртового препарата 5 лет. Вот так вот выглядит антисептик местного производства. Внимательно посмотрите, побрызгая, несколько раз на руки положил в карман или в сумку. В общем, очень удобно. Рядом со мной сейчас находится заместитель Акима Павлодарской области Асхат Уралов. Здравствуйте, Асхат Розыкович. Я знаю, что информация регулярно актуализируется. Какова ситуация в регионе на данное время, на данный час? Здравствуйте. На сегодняшний день ситуация в Павлодарской области стабильна. Как вы уже ранее отметили, фактов за регистрацией коронавирусной инфекции в Павлодарской области нет, отсутствует. На сегодняшний день создана региональная комиссия, работает оперативный штаб в круглосуточном режиме. В Павлодарской области принят отдельный план и уже идет его реализация. На сегодняшний день 544 представителя медицины прошли специальное обучение по недопущению, по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции. В целом все медицинские организации области работают в особом режиме. Также, как вы сказали, налажено производство местным производителям масок и всех необходимых средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день необходимый запас и резерв во всех медучреждениях области имеется. В целом, работа комиссии и оперативного штаба заключается в том, чтобы по профилактике и недопущению коронавирусной инфекции в Павлодарском прииртыще. Все необходимые меры будут приняты. И также хотелось бы отметить, что ситуация стабильна, находится под контролем. Асхат Розыгович, как насчет продуктов, что с ТАП-фондом и отслеживаются ли цены в торговой сети? Весь необходимый запас по продуктовым наборам у нас имеется. Никакой критической ситуации нет, как мы ежечасно мониторим все продуктовые магазины, супермаркеты, мини-маркеты. Ситуация спокойная, стабильная. Все продукты первой необходимости имеются в полном наличии. Также в ТАП-фонде имеются необходимые запасы по обеспечению всех жителей области всеми необходимыми продуктами питания. Спасибо вам большое. Я еще раз напомню, что мы говорили заместителям Акима Павлодарской области Асхатом Ураловым. Итак, в Павлодарском прииртыше, как и в других регионах Казахстана, проводится ряд превентивных мер против возможного распространения вируса COVID-19 и сохранения стабильности социально-экономической ситуации. В клиниках региона на всякий случай подготовлено 845 коек, а 544 медработника прошли специальное обучение по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В целом ситуация, как сейчас сказал наш спикер, спокойная. Тем не менее, власти обращают внимание и просят население соблюдать меры предосторожности и строже отнестись к правилам личной гигиены. Медики надеются, что в связи с наступлением весны, появлением первых солнечных лучей, ситуация с COVID-19 в мире в ближайшее время стабилизируется, как и с обычным гриппом ОРВИ и ООЖЗ, которые, отмечу, уже идут на спад. Анастасия. Спасибо. Мой коллега Салават Тимирбулат Улэ нас информирует о мерах безопасности предпринятых властями Павлодарской области в связи с распространением коронавируса. В условиях введенного чрезвычайного положения продуктовые магазины и рынки продолжат свою работу. С таким заявлением выступили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана. Решения о сокращениях рабочего дня будут принимать акимы городов и регионов. Ограничения вводят в отношении крупных торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей, пояснили в ведомстве. Мы вернемся через несколько мгновений. Мы приведемся на большую паузу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Быть в курсе событий и в стране, и в мире и узнавать об этом первым теперь можно с помощью мобильного приложения Хабар 24. Мы ценим ваше время. Наша редакция избирает самые популярные и интересные новости в политике, экономике, бизнесе, спорте, культуре и науке. Быть в курсе всего с Хабар 24 очень легко. Вся информационная картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи, эксклюзив, а также возможность предложить свою новость, это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market и App Store. С приложением Хабар 24 вы сможете читать актуальные новости, быть в курсе самых важных тем, сохранять новости в закладке, работающие даже без интернета, делиться новостями с друзьями, выбирать ночной режим чтения для защиты вашего зрения, получать уведомления о чрезвычайно важных событиях. К тому же каждый не только сможет поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли репортера. Необходимо просто прислать свои материалы на горячую линию Хабар 24 и об этом узнает вся страна. Встречайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением Хабар 24. Новым типом коронавируса во всем мире за последние 24 часа заразились больше 10 тысяч человек. 343 заболевших умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Всего же общее число инфицированных приближается к 168 тысячам. Погибших к этому моменту 6440. Данные меняются очень быстро. За пределами Китая больше всего заболевших по-прежнему в Италии, Иране, Испании и Франции. Режим чрезвычайной ситуации введен и в Сербии из-за опасности распространения коронавируса. В стране закрываются детские сады, школы, вузы, рестораны, спортивные и концертные залы. Усилена охрана общественного порядка. Также власти призвали лица старше 65 лет не выходить из дома. Армия будет охранять медицинские учреждения, а полиция следить за соблюдением карантина. Отмечу, первый случай заболевания коронавирусом в Сербии выявили около 10 дней назад. На сегодняшний день в стране 46 заразившихся. Жертв нет. Сербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником – вирусом. На основании Конституции письма министра обороны, моего письма и письма премьер-министра мы приняли решение о введении чрезвычайного положения. Границы Сербии останутся открыты для наших граждан, возвращающихся из-за границы. Для всех остальных они закрываются. Тем временем в Италии резко выросла смертность от коронавируса. За сутки он унес жизни 368 человек. Согласно статистике, более 250 летальных случаев приходится на область Ломбардия. Там же за сутки зарегистрировано около тысячи заражений. Как сообщил глава Департамента гражданской защиты Анжела Боррелли, от COVID-19 скончались 1809 итальянцев. Всего опасным вирусом заражены более 20,5 тысяч человек. Массовые мероприятия под запретом, матчи перенесены, закрыты школы и университеты. Не работают рестораны и магазины. На карантине вся Италия. За последние сутки в Китае зарегистрировано 16 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Госкомитет по делам здравоохранения КНР. 14 пациентов скончались. Все в провинции Хубей. В то же время на сегодняшний день из больниц выписаны около 68 тысяч человек. Наш корреспондент Батагост Саргабаева выходит с нами на связь по телефону из Пекина. Батагост, какие меры принимают в Китае в связи с увеличением числа больных из-за рубежа? Здравствуйте, Арестан. В Китае количество случаев заболевания коронавирусом, завезенных из других государств, в последние дни превышает их число внутри страны. И почти четверть из этих случаев приходится на столицу Поднебесной. Поэтому в Пекине сейчас международные рейсы принимает только один аэропорт. Это столичная воздушная гавань Шоуду, где создана специальная изоляционная зона. Из сегодняшнего дня пассажиры всех международных рейсов будут проходить 14-дневный карантин в определенном месте, то есть коллективно. Медицинский персонал в пункте прохождения карантина будет оценивать состояние всех прибывших. И в исключительных случаях после тщательного и строгого обследования людей могут отправить на домашний карантин. Об этом сообщили на ежедневной спецконференции группы по контролю за эпидемией в Пекине. Кто будет оплачивать расходы на обследование и лечение? Расходы покрывает сам пассажир, либо страховая компания. И если человек входит в систему базового страхования Китая, прибыл из-за рубежа и заболел коронавирусом, либо есть такие подозрения, то расходы будет оплачивать государство. И еще хотелось бы добавить, что по новым правилам указание ложных данных, провоцировавших распространение заболевания, будет строго преследоваться по закону. Это также касается всех иностранных граждан. У меня на этот час все. Пока. Растан. Спасибо. Моя коллега Батагост Саргабаева информирует нас о ситуации с коронавирусом в Китае. Продолжение следует... Польша закрывает все государственные границы в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Все международное ЖД и воздушное сообщение с Польшей прекращено. Попасть на территорию страны теперь можно только на автобусе или автомобиле. Особый режим будет действовать до 24 марта. Напомню, что на сегодня в республике зарегистрировано 119 случаев заражения. Трое стали жертвами заболевания. Между тем, в Египте в связи с угрозой распространения коронавируса закрывают на двухнедельный карантин все школы. Число зараженных в стране на данный момент достигло 110 человек. Двое стали жертвами COVID-19. Закрытие образовательных учреждений стало одной из ограничительных мер. Ранее в Египте был введен запрет на проведение массовых мероприятий и религиозных собраний. Сверху дроны, а внизу полицейские и военные. Испания погрузилась в режим повышенных ограничений. С помощью беспилотников стражи порядка рекомендуют людям оставаться дома. Пока к нарушителям не применяют никаких санкций. Патрульные проводят с ними беседу и отправляют домой. Выходить разрешено лишь тем, кто отправляется на работу за продуктами или выгуливать домашних животных. Собственно, пойти куда-то еще не получится. Рестораны, кафе, музеи и театры закрыты. В темное время суток мониторинг улиц ведет военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Также армейский состав в защитных костюмах дезинфицирует вокзалы и станции метро. Наша задача – приложить все усилия в соответствии с указом о введении чрезвычайного положения. Ситуация имеет свои риски и свою важность. Мы не хотим поднять тревогу, но каждый из жителей сейчас должен бросить свою песчинку во всеобщую безопасность и оставаться дома, защищая как себя, так и других. Также в усиленном режиме продолжают трудиться и испанские медики. Жители Мадрида вечером выходят на свои балконы с акцией поддержки работников здравоохранения. Тем временем в Южной Корее число новых случаев заражения постепенно снижается. И если в воскресенье коронавирус обнаружили у 76 человек, то сегодня у 74. Общее число инфицированных достигло чуть больше 8200. За ситуацией в стране утренней свежести следит наш собственный корреспондент Владислав Цой. Владислав, как обстановка сейчас в Сеуле? Доброе утро, Арестан. В Сеуле все спокойно. На улицах по-прежнему много людей. На дорогах в час спит пробки о том, что в стране коронавирус, напоминают лишь маски на лицах прохожих и опустевшие рестораны и торговые центры. Не работают школы и детские сады. Час назад озвучили новые данные по COVID-19. Заражены 8236 человек. За сутки скончался один пациент. Таким образом, общее число жертв коронавируса в Корее достигло 76. Накануне президент Мунжиин объявил город Цегу и три региона провинции Северная Кынстан зонами бедствия. Это означает, что 50% причиненного ущерба им возместят из бюджета. Жители этих регионов получат единовременные пособия и льготы при оплате коммунальных услуг и медицинского страхования. Владислав, а наблюдается ли какая-то паника среди жителей? Арестан, паники нет. Правда, ощущается нехватка масок. Чтобы их купить, нужно простоять в очереди. Школы закрыты до 23 марта. Многие организации сократили рабочий день. Из-за коронавируса страдает туристическая отрасль. Дешевеют акции многих компаний. Значительный ущерб нанесен автомобильной сфере. Например, в феврале производство машин сократилось на 26,4%. Автопродажи в Корее тоже снизились почти на 19%. Экспорт автомобилей за год упал на четверть. Отмечу, что во всех городах организации вывесили баннеры со словами поддержки. Например, такие слова «Держись, Корея!» мы проходили и не через такие трудности. Очень много случаев благотворительности. Приведу пример. Один пенсионер, зарабатывавший на сборе макулатуры, пожертвовал около 100 долларов на борьбу с коронавирусом. Другой, неизвестный, оставил в полиции пакет. В нем полицейские нашли маски и средства дезинфекции. И записку, в которой говорится, что этот человек надеется, что его скромная помощь поможет победить COVID-19. В общем, надеемся, что пик заражения уже пройден и коронавирус отступает. Арстан. Что ж, спасибо, Владислав. Берегите себя. Я напомню, мой коллега Владислав Цой информирует нас о ситуации с коронавирусной инфекцией в Южной Корее. На выходных в американских аэропортах царил хаос. Из-за расширенного скрининга на коронавирус тысячи людей столкнулись с огромными очередями в 13 терминалах разных штатов. На фото жители США, которые вернулись домой из Европы. Некоторым пассажирам пришлось простоять в толпе до 6 часов. При этом некоторые прибывшие сообщили, что никто из сотрудников воздушных гаваней не предложил им антисептики для рук, перчатки или маски. Более того, никто не измерял людям температуру. Федеральная резервная система США снизила процентную ставку практически до нуля. Такие меры приняты для того, чтобы не допустить в этом году глобального кризиса в мире. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Индиры Тикжановой. Да, Рыстан, действительно, это максимальные антикризисные меры. Они приняты для того, чтобы смягчить последствия пандемии для мировых рынков. Американский Центробанк снизил ключевую ставку до нуля, 0,25%. Также сообщено о намерении в ближайшей неделе увеличить баланс как минимум на 700 миллиардов долларов. Диапазон ставки будет удерживаться до тех пор, пока не станет ясно, что мировая экономика выдержала удар коронавируса. Федеральная резервная система возобновила также скупку облигаций и призвала все банки использовать свои ликвидные активы для кредитования бизнеса и домашних хозяйств. К работе по поддержке глобальной экономики подключены и ведущие центральные банки стран Европы, Канады, Швейцарии и Японии. Они также сократили стоимость свопов, чтобы облегчить предоставление долларовой ликвидности финансовым институтам мира. Добавлю, что ранее американские экономисты прогнозировали мировой кризис в июле этого года. Американская корпорация Apple закрывает розничные магазины по всему миру до 27 марта. Исключением являются торговые точки в Китае, Гонконге, Макао и Тайване. В компании сообщают, что приняли такие меры ради защиты сотрудников и клиентов на фоне распространения COVID-19. Офисы корпорации перейдут на удаленную работу. Напомню, ранее из-за коронавируса магазины Apple закрывались в Китае, теперь они открыты и продолжают свою работу. При этом на борьбу с коронавирусом компания пожертвовала 15 миллионов долларов. Из-за последствий коронавируса мировой спрос на нефть в этом году может снизиться на 90 тысяч баррелей в сутки. Такие прогнозы дают в Международном энергетическом агентстве. Причем произойдет это впервые за 10 лет. Объемы добычи, переработки и экспорта черного золота Казахстан в этом году оставляет на уровне прошлого года. Об этом нам сообщили в Министерстве энергетики страны. По словам специалистов, прежними остаются и рынки сбыта. Основными рынками являются Европейский Союз, рынки Юго-Восточной Азии, Китай и США. Снижение импорта казахстанской нефти в Китае и в Италии никак не влияет на экспорт казахстанской нефти на внешние рынки. А также возможное снижение экспорта в Китай никак не связано с коронавирусом. Большая часть это связано с падением добычи нефти в Актюминской и Казахстанской областях. В России на фоне роста числа зараженных коронавирусом среди населения вырос спрос на макароны, крупы и консервы. Сервисы по доставке продуктов предупреждают клиентов об увеличении временных интервалов. Из-за роста числа заявок они увеличились в среднем на 2-3 дня. В некоторых магазинах есть нехватка отдельных видов продукции. И в завершении официальный курс на сегодня. Доллар США стоит 405 тенге 46 тынов, 1 евро 452 тенге 62 тына и российский рубль 5 тенге 58 тынов. В Казахстане вступило в силу чрезвычайное положение, введенное президентом страны. Действовать оно будет с сегодняшнего дня до 7 часов утра 15 апреля. Все это время будет усилена охрана общественного порядка и особо важных объектов. Согласно указу на период ЧП ограничивается работа крупных торговых точек, приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров и выставок. По всей республике введен карантин. Устанавливается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе свадеб. Кроме того, ограничивается въезд и выезд через госграницу граждан Казахстана и иностранцев. А в казахстанском МИДе подробно разъяснили, кто сможет пересечь нашу границу в период чрезвычайного положения. Итак, ограничение введено для всех за исключением граждан Казахстана, ранее выехавших за пределы республики при их возвращении на родину. Не будут препятствовать и тем, кто отправляется за границу на лечение, но при предъявлении подтверждающих документов. Смогут покинуть страну и иностранцы, ранее въехавшие на территорию Казахстана. Правила не касаются персонала дипломатической службы республики и иностранных государств. В прежнем режиме будут работать бригады ЖД, транспорта, экипажи воздушных, морских судов и обслуживающий персонал иностранных трансграничных сооружений. В связи с введенным в стране режимом чрезвычайного положения, сегодня Хасамжамар Токаев выступит с телевизионным обращением. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. В условиях введенного чрезвычайного положения продуктовые магазины и рынки продолжат свою работу. С таким заявлением выступили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана. Решения о сокращении их рабочего дня будут принимать акимы городов и регионов. Ограничения вводят в отношении крупных торгово-развлекательных центров с массовым скоплением людей, пояснили в ведомстве. Тем временем мэр Астана ограничила полеты на период действия режима чрезвычайного положения. Под запретом оказались все международные рейсы. Но граждане Казахстана, которые находятся за рубежом, смогут вернуться домой. Авиакомпания пообещала связаться со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены. Также изменению подвергнется расписание авиакомпании «СКАД». Руководство перевозчика сообщило, что ведется работа по созданию плана действий в отношении казахстанцев, находящихся в данный момент за пределами страны, а также пассажиров международных рейсов, которые запланировали свои полеты в срок действия ограничения. Федерация тенниса объявила об отмене всех групповых занятий как для взрослых, так и для детей. Также под ограничения попали все запланированные турниры и массовые мероприятия. В федерации отметили важность вопросов безопасности здоровья спортсменов, тренеров и всех граждан Казахстана. Запрет продлится до 15 апреля, а дальнейшее решение о возможном возобновлении тренировочных процессов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. При этом индивидуальные занятия остаются разрешенными, но при условии соблюдения необходимых мер безопасности. Столичные медики работают в усиленном режиме. В городском многопрофильном центре остаются пациенты, прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран. Они находятся там на карантине. Что происходит в стенах больницы и в каких условиях живут люди? Врачи сами сняли происходящее на мобильную камеру. Подробности у Ивана Тулинова. Я Атыгаева Сауля Кабиевна, врач-инфекционист. Работаю заместителем директора многопрофильного медицинского центра. Надо отдать должное операторской находке врача Сауля Кабиевной. Снять себя в настенном зеркале. Следующие кадры будут демонстрировать весь рабочий процесс. И они будут больше напоминать виртуальную игру с видео от первого лица. Правда, с реальной опасностью для самих врачей. Перед тем, как идти в отделение, работать с пациентами, мы одеваем на себя защитную одежду. Таким образом, мы защищаем слизистую глаз, слизистую носа, ротоглотки от попадания вируса от потенциального инфицированного пациента. Как рассказывает доктор, в этот день прибыли 13 пассажиров из Италии. Также здесь на карантине содержатся казахстанцы, приехавшие из Южной Кореи. Есть и несколько граждан Китая. Все они в полной изоляции. В палатах находится один, максимум два человека. Чтобы провести плановый осмотр, врачи предпринимают максимальную осторожность. Как выяснилось, не все относятся к мерам предосторожности с пониманием. Кого-то не устраивает 14-дневная изоляция, а кто-то требует особых условий. У меня в первой палате лежит пациентка. Она отказывается от съедения нашей. Требует индивидуальной сбли, принесли питание, то есть фрукты, овощи. От всего остального отказывается. Группа себя вела, ругалась. Без персонала, грубо себя вела. Поэтому ей нужно начинать с корректированных психологов. Скажите, она с самого поступления так агрессивна? Нет, вначале она себя вела хорошо. Вот как увидела нашу пищу, стала себя так внести. Пациентка, о которой идет речь, предпочитает вегетарианскую пищу. Большинство запросов медики пытаются удовлетворить. Особое внимание уделяется детскому питанию, диабетикам и пациентам с онкологическими заболеваниями. Весь персонал старается, чтобы максимально комфортно эти 14 дней пациенты провели. Вот, обратите внимание, у нас диетический стол. Это запеченная тыква. Салаты. Салаты из свежих овощей с огурцами, с помидорами. Другой с помидорами. У нас идет, вот, это вегетарианки идет у нас, суп вегетарианский. И идет вот этим детям, у нас трое детей, идет к ним сосиски. Вот это отварные сосиски. Отварные сосиски, под две сосиски. Да, под две сосиски на каждого ребенка. Инфекционное отделение переоборудовано для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. На стенах, помимо антисептиков для обработки рук, установлены рециркуляторы. Они очищают и обеззараживают воздух. Усилена система вентиляции. В палате интенсивной терапии у нас пациентов нет. Все готово для приема пациентов. Это двухместная палата. Есть прикроватные мониторы, которые позволяют мониторировать состояние больного. Есть дефибриллятор, аппараты ИВЛ, подводка кислорода. То есть, если поступит пациент тяжелый с пневмонией и дыхательной недостаточностью, мы полностью обеспечены оборудованием. Можем оказывать помощь в тяжелых случаях. Каждый из поступивших на карантин пациентов находится под постоянным контролем врачей. Из обязательных процедур для тех, кто полностью здоров, измерение три раза в день температуры и уровня насыщения крови кислородом. Сейчас все силы медработников брошены в инфекционные отделения. Так как работа каждого помогает контролировать и выявлять малоизученный вирус. Вот и завершается 45-й день работы в инфекционном отделении многопрофильного медицинского центра. В этом медцентре пока ни одного случая коронавируса не подтверждено. За 45 дней усиленной работы уже несколько десятков выписаны с отрицательными результатами. Иван Тулинов, Хабар, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алматинку с коронавирусом привлекли к уголовной ответственности. Как отмечают в пресс-службе городского департамента полиции, пациентка всячески препятствует работе санитарных служб и умышленно отказывается предоставлять данные граждан, контактировавших с ней после ее заболевания. Женщину привлекли к уголовной ответственности по статье 304 за нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов. Полиция города Алматы в свете сложившейся ситуации призывает граждан оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению профилактики коронавирусной инфекции и с пониманием относиться к проводимым мероприятиям. Павлодарский производитель дезинфицирующих средств на фоне возросшего спроса на антисептики наращивает объемы. Одновременно предприятие уходит от сырьевой зависимости. Совместно с Казахстанским фондом науки предприятие разработало инновационную технологию. С ее помощью на заводе будут выпускать основное сырье. В настоящее время его закупают в Китае. На заводе дезинфицирующих средств готовятся освоить новую технологию. Она избавит предприятие от сырьевой зависимости. Сегодня 50% исходного материала китайского производства. Это трихлоризационуровая кислота, которая является основой для хлорных дезинфицирующих средств, которые сейчас у нас в большом объеме потребляются. И вот цель нашего проекта была в том, чтобы отказаться от закупа сырья в Китае, произвести импортозамещение. И мы разработали технологию производства этого продукта, свою, отечественную. Помочь коммерциализировать проект взялся Казахстанский фонд науки. При совместном финансировании обойдется он почти в 300 миллионов тенге. На заводе определили площадку для размещения нового производства. Часть нестандартного оборудования предприятие уже приобрело. Правда, сейчас прервано финансирование. Как фонд науки нам сообщил, что Министерство финансов временно приостановило финансирование фонда науки. Соответственно, это сказалось на нас. И работы прерваны. Заводские мощности позволяют выпускать в год 500 тонн дезинфицирующих средств. При необходимости в любой момент могут нарастить объемы производства, что сейчас и делают. В связи с профилактикой коронавируса мы увеличили производство с 300 килограмм в сутки до 800. И если возникнет необходимость острая увеличить еще, то мы сможем до тонны в сутки производить. Продукция предприятия сейчас, как никогда в спросе. По всей линейке увеличены объемы производства. Здесь выпускают более 25 наименований дезинфицирующих средств. В повышенном спросе концентраты и таблетированные формы. Одной таблетки хватает на приготовление более 20 литров рабочего раствора, который используется в медицине, на предприятиях, в бытовых условиях можно применять. Специалисты говорят, самая эффективная мера профилактики – дезинфекция. Ее нужно проводить постоянно, тщательно и повсеместно. А лучше всего соблюдать элементарную личную гигиену. Это обычный кожный антисептик местного производства. Сегодня, пожалуй, наряду с медицинскими масками, самый ходовой товар в аптеках. Выпускают в нескольких видах. Например, в составе этого 20% этилового спирта, смертельного для любых инфекций и вирусов. Применяют антисептик как для обработки рук, так и для дезинфекции поверхности. Содержимое флакона рассчитано почти на 100 нажатий. Стоит недорого, где-то в пределах 500 тенген, но зато на фоне распространяющейся коронавирусной инфекции является надежным средством защиты. И держать его рекомендуют лучше всегда при себе. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Амельницкий из Павлодара, Хабар, 24. Новым типом коронавируса во всем мире за последние 24 часа заразились больше 10 тысяч человек. 343 заболевших умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Всего же общее число инфицированных приближается к 168 тысячам. Погибших к этому моменту 6440. Данные меняются очень быстро. За пределами Китая больше всего заболевших по-прежнему в Италии, Иране, Испании и Франции. Ливан из-за коронавируса закрыл все сухопутные границы. И военные впускают в страну только аккредитованных сотрудников дипломатических миссий и международных организаций. Такие ограничительные меры будут действовать как минимум 10 дней. Ранее по решению правительственной комиссии Ливан прекратил авиасообщение со странами, в которых наблюдается вспышка вируса. Это Китаем, Италией, Южной Кореей и Ираном. В стране закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, музеи и спортзалы. По последним данным, COVID-19 унес жизни трех ливанцев. Около 80 заражены. Режим чрезвычайной ситуации введен и в Сербии. Из-за опасности распространения коронавируса в стране закрываются детские сады, школы, вузы, рестораны, спортивные и концертные залы. Усилена охрана общественного порядка. Также власти призвали лица старше 65 лет не выходить из дома. Армия будет охранять медицинские учреждения, а полиция следит за соблюдением карантина. Отмечу, первый случай заболевания коронавирусом в Сербии выявили около 10 дней назад. На сегодняшний день в стране 46 заразившихся жертв нет. Сербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником – вирусом. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьер-министра, мы приняли решение о введении чрезвычайного положения. Границы Сербии останутся открыты для наших граждан, возвращающихся из-за границы. Для всех остальных они закрываются. А в Италии резко выросла смертность от коронавируса. За сутки он унес жизни 368 человек. Согласно статистике, более 250 летальных случаев приходится на область Ломбардия. Там же за сутки зарегистрировано около тысячи заражений. Как сообщил глава Департамента гражданской защиты Анжела Боррелли, от COVID-19 скончались 1809 итальянцев. Всего опасным вирусом заражены более 20,5 тысяч человек. Массовые мероприятия под запретом. Матчи перенесены в закрытые школы и университеты. Не работают рестораны и магазины. На карантине вся Италия. Сверху дроны, а внизу полицейские и военные. Испания погрузилась в режим повышенных ограничений. С помощью беспилотников стражи порядка рекомендуют людям оставаться дома. Пока к нарушителям не применяют никаких санкций. Патрульные проводят с ними беседу и отправляют домой. Выходить разрешено лишь тем, кто отправляется на работу, за продуктами или выгуливать домашних животных. Собственно, пойти куда-то еще не получится. Рестораны, кафе, музеи и театры закрыты. В темное время суток мониторинг улиц ведет военное подразделение по чрезвычайным ситуациям. Также армейский состав в защитных костюмах дезинфицирует вокзалы и станции метро. Наша задача – приложить все усилия в соответствии с указом о ведении чрезвычайного положения. Ситуация имеет свои риски и свою важность. Мы не хотим поднять тревогу, но каждый из жителей сейчас должен бросить свою песчинку во всеобщую безопасность и оставаться дома, защищая как себя, так и других. Также в усиленном режиме продолжают трудиться и испанские медики. Жители Мадрида вечером выходят на свои балконы с акцией поддержки работников здравоохранения. К этой минуте все. До встречи в 10.00. Вам хорошего дня.